Здарова, народ! Добро пожаловать на канал Миклуха МакФлайк. Кто давно смотрит мой канал, знает, что у меня есть целая вот такая куча зоновских ножиков. Я их раздобыл не так давно, обзор на них делал, все показывал. Так что можно сейчас выйти из этого видео, посмотреть предыдущий. Там обо всех ножах рассказал. Пришло время, собственно, делать ножи. Вот сегодня решил начать вот с такого. Он, ну если говорить зоновский ножик, он, наверное, первым бросается в глаза. Думаешь, а, ну вот это вот точно, с тюрьмы. Вот, такой вот маленький, у него здесь повреждено острие. Придется его немножко довести, весь зашлифовать. В целом режущий, ну то есть спуски уже сделаны. Ну и самое главное, ручка, друзья. Долго думал, из чего сделать ручку. Давно у меня валяется вот такой рог оленя. И подумал я, что был бы неплохо вот так вот сделать, да? Но нет какой-то гармонии, не знаю, он слишком тонкий для этого рога. Вот, я долго думал, чем бы его заменить. И в итоге, друзья, смотрите, у меня есть вот такая ручка от пассатиж. Не так давно у меня, кстати, на канале был ролик про то, как я делал такие двойные пассатижи. Ну и, соответственно, остались у меня второй комплект ручек вот от этих. Вот, такая ржавая совсем. И смотрите, сразу вот я прям прикладываю. И вы сразу такие, да, это он, да, это он, да? Прям вот так должно выглядеть. В общем, сегодня буду делать зоновский ножик. Из ножика и ручки от пассатижей. Поехали. Для начала предлагаю привести лезвие в порядок и избавиться вот от этого вот косичка. Им что ли рубили что-то, не пойму. В общем, сейчас сделаем красиво. Само лезвие немножко почистим. Посмотрим, как оно будет выглядеть. После предварительной шлифовки и доведения, вот что у меня получилось. Быстрее уже выглядит неплохо. Была у нас ручка вот такая вот, стала вот такая. Итак, на подгонку у меня ушло минут, наверное, 40. Так, получилось вот что. Я подрезал хвостовик и здесь прорезал по сверху, оставил недорезанным. Потом это вставляется вот сюда. И вот это я все сейчас заварю. Так, получилась у меня вот такая вот история. Честно признаюсь, я прям не сварщик от бога, да и вообще не сварщик. Я говорю четвертый раз жизни. Но как могу. Зато вот более-менее ровно по оси получилось. Мне это нравится. Немножко он ушел наверх. То есть я хотел, чтобы он был параллельно ручке, но как-то завалился при сварке. С другой стороны, вот сейчас вот, когда его держишь в руках, он прям создан, чтобы что-то резать. Это прикольно. Вот. Я думаю, что вот здесь я перекалил лезвие. Скорее всего, оно здесь очень хрупкое стало. Хотя, кто знает, что это была засталь изначально. Какая у нее была там твердость. Что с ней вообще произошло. Вот. Поэтому давайте наведем марафет и посмотрим на итоговый результат. Я уже порезался. Это значит, нож отличный. Ха-ха-ха. Вы знаете, есть такое поверье, что когда делаешь нож, нужно, чтобы он попил твоей крови. Мой попил. Все. Режет, друзья. Даже несмотря на то, что еще не наточен. И немного пошлифуем диском, на котором миллион лет назад была паста Гои. А самое главное в этом ноже, это то, что, знаете, верность традиции, что называется, да. Вот нож из тюрьмы. Соответственно, вот он такой тюремный вид имеет. Немножко недошлифованный, недоделанный. Ручка из пассатиж. Ну, как будто, знаете, на промзоне пассатижа взял, сделал ручку. Вот такая заточка получилась. Перо. Перо. Хо-хо-хо. Пойду испытаем. Куда-нибудь потыкаю. Куда-нибудь потыкаю. Продолжение следует.